Голоса, оплакивающие жертв этой войны, становятся все громче с каждым ее днем. Эта песня об уже отгремевших сражениях, но она имеет резонанс во всех уголках Украины. Везде, где молодое поколение познает боль от потерь. Мария пришла почтить память и помолиться за родственника, пропавшего на фронте без вести. Идет второе лето войны. Ее жертвы колоссальны. Каждый кого-то потерял. Оксана скорбит по мужу. Они прожили вместе пять лет, и боль от утраты все еще сильна. Павел был чемпионом по фитнесу, пошел в добровольцы. В ноябре прошлого года его конвой был уничтожен российским авиаударом. Честно говоря, очень тяжело это принять. Я могу принять это только здесь. А так, мне кажется, что он здесь есть. Он еще жив и продолжит просто делать свою работу. На кладбищах по всей Украине растет число погребенных погибших солдат. Здесь, во Львове, неподалеку от границы с Польшей и очень далеко от передовой Восточного фронта, свежие могилы солдат исчисляются сотнями. На самом деле их так много, что на этом холме стали разбирать захоронения погибших в предыдущих войнах, чтобы освободить место для умерших на войне нынешней. Выброшенное и окровавленное покрывало жгуты и перевязки тех, кого не удалось спасти. В этом городском морге работает Марго. Ее задача, чтобы имена и доблесть павших оставались в памяти. До войны сюда привозили в основном пожилых людей. Сейчас сюда ежедневно приходят тела молодых украинцев и украинок. Тел стало вдвое больше с тех пор, как в июне Украина начала контрнаступление. Они уходят колонной по одному. След горя, без конца и края. Украина не публикует официальную статистику о жертвах среди военных, но речь идет о десятках тысяч погибших. Это стало рутиной здесь и повторяется изо дня в день. Многих невозможно опознать. Чтобы идентифицировать тела, приходится искать телефоны, кошельки и другие зацепки. Каждая смерть очень личная. Один из поступивших сюда был именно таким для самой Марго. Это лишь один день потерь на одном маленьком участке длинного фронта этой войны. Но на боевом духе и желании сражаться это не сказывается. Когда Оксана была замужем, они с супругом поклялись друг другу, что если его убьют, она встанет в строй на его место. Она все еще привыкает к армейскому быту и опасностям войны. Эту дорогу регулярно обстреливают. Здесь, недалеко от Бахмута, они выходят на позиции и сразу же вынуждены искать укрытие в ближайшем лесу. Эта позиция в пределах досягаемости российских орудий. Как и у тысяч других украинцев, у Оксаны было очень мало времени на скорбь. Вместо этого она решила сражаться. И на передовой мы часто слышим, что время скорбеть придет, когда закончится война. Сейчас она входит в подразделение воздушной разведки, которое выслеживает российское противотанковое подразделение. Работать приходится быстро. Риски здесь очень велики. Укрыться негде, и у российских артиллеристов не уйдет много времени на то, чтобы их обнаружить. Почему после смерти мужа вы не остались дома, а решили пойти на передовую? Потому что морально дома уже не было силы знаходитесь. Я очень хотела продолжить его справу, чтобы его жизнь не было просто марным. То есть он ишел до своей цели, он хотел завершения войны, хотел мира, чтобы люди жили дальше счастливо в нашей стране. Но надежда на мир, да и на победу, остаются для Оксаны далекой мечтой. Она и Марго будут, каждая на своем участке, вносить вклад в то, чтобы память о погибших жила, а их страна вновь обрела свободу. Украинская земля – свидетель тому, как много страна уже утратила, и как многим еще придется пожертвовать. Квентин Саммервель, BBC, Восток Украины.